Привет, дорогие подписчики и зрители канала! Меня зовут Артур, мы продолжаем играть Resident Evil Revelations. Мы находимся на корабле Queen Zenobia по-прежнему. В последней серии мы, помимо флэшбэков, которые мы узнали, как был уничтожен город, этот Акватаун, которым, собственно, служил Паркер, кроме прочего, мы встречали еще бойца ФК, которые, судя по всему, тоже имеют какие-то дела на этом корабле. Странный парень, но, среди прочего, теперь мы можем двигаться дальше. Нам нужно добраться до пункта экстренной связи, таким образом попытаться выйти на связь с своим руководством, потому что дела здесь просто швах. Как красиво, да? Обалдеть. Я просто обожаю эту игру, честно говоря, я с нее просто тащусь, несмотря на то, что все сделано довольно простенько. В этом есть свой особый смак. Ну, это я тоже уже говорил, поэтому какого черта? Удаленное сообщение. О, Господи, прошу, помоги мне, этого не может быть, не оставляй меня умирать в этом аду. Я здесь в ловушке, здесь какие-то твари, монстры, все умирают или уже умерли, выживших нет. Мы все сдохнем, мать вашу, твою бать! Как Тёма говорит. Нет, на таком корабле я, честное слово, никогда бы ни за что бы не хотел оказаться. То есть, одно дело, там, городок какой-нибудь, Ракун-Сити, оттуда еще как-то там по-пластунски можно... Тихо. По-пластунски как-то можно еще свалить. А здесь... А здесь, как говорится, куда ты нахрен денешься с подводной лодки. Вот, очень неверное выражение для нашего случая. Твою мать. Мужчина! Капитан! О, пакать какая! О, жесть! Твою мать. Находка. Джилл, ты же у нас храбрее, чем я. Давай, сли руку туда свою. Патроны для дробовика там внутри него. Кошмар. Это должна быть мучительная смерть. Да. История королевы Зеноби. Читаем на паузе. Я где-то по 2 секунды держу каждую страницу. Сам тоже потом почитаю. Сейчас просто время, чтобы не занимать. Так, раз. Два. Три. Четыре. Пять. Считать умею. Я знаю, куда это нужно применить. Гребень нам нужно, чтобы получить дробовик по-любому. Потому что дробовик там под ним как раз ниша для чего-то такого. Так, и проверим, что еще тут есть. Ничего тут нет. Хорошо. Ладно. Хорошо. По-любому мы сюда попадем как-то в будущем. Видим, когда у нас сканер будет, как это или что-то такое. Сейчас мы, похоже, перемся в обратную сторону. Все то, что мы прошли уже. Откуда? Ну, полезно. Это, видимо, когда я внизу там был, я просканировал. Потому что до этого я этого не видел. Патронов не так, чтобы много. Их дают, честно говоря, просто в обрез. Поэтому вот это вот на самом деле плохие новости. Потому что у нас тут монстры. Пока. Пока. Колодный. просто обожаю я не знаю я вот я тащусь от нее просто не знаю ну бальзам на душу мне давно не хватало чего-то олдскульного а здесь прям я уже раз 5 повторяется сидит дожди мой наверхника это поехали зачем овина ну на в принципе по-любому сюда нужно потому что здесь у нас дробовик лежит но вообще есть ощущение что нам наверх надо на верхней кайфе откуда ты взялся так что не было здесь мы уже были сто раз и по-хорошему надо бы от всего выворачивать просто подожди как так а тут не были а я понял где бы осталось вспомнить где здесь поблизости оружие дробовик лежит так но сейчас мы качаем пистолет пистолет по-моему лучшая пушка в такой ситуации то есть очень на самом деле сбалансированы так можно заменить да ну допустим вместо тебя мы поставим урон плюс два сюда мы поставим скорость стрельбы отлично это урон один мы поставим на дробовик когда вы найдем что что еще тут есть есть по моему больше ничего не да здесь начинал наш напарник не все так вот эти вот пробежки по этому старому такому антуражу то есть очень похоже на резидент его 1 и именно этим ценно просто как говорится для фаната серии которые очень многие моменты знают наизусть очень много значит особенно после провальных 4 5 6 часть 4 она несмотря на то что она совершенно не похожа на резидент его в привычном понимании она все равно гениально именно она во многом продвинул жанр шутер шутеров от третьего лица и после нее пошли вот эти вот виды из-за плеча там и общей синдромиками очень хорош нормально будет и кто такие ты что за хрень стоит там пока так мы это откроем сюда мы пока не пойдем мы откроем я же брал я крепал нет родство так со скрипом со скрипом вспоминаю где здесь что здесь такие комнаты все похожи ну где-то здесь по-любому не ошибемся никого новых не пришло видимо верхней палубы все-таки это был именно мостик там то что ему прилагалось так что все нормально мы правильно пошли хорошо вот она отлично дайте мне пожалуйста шотган ух ты моя ляля окей я просто счастлив что еще нужно так но я его оставлю на врагов потяжелее а с этими будем подожди подожди что там было что-то нет не показалось хорошо теперь возвращаемся назад или идем куда-то дальше там просто вдалеке есть еще одна дверь и вроде как она открывается так какой у нас ключи шлем а там якорь мы там не пойдем нам внизу в ту дверь все-таки надо хорошо пойдем тогда вот это вот нелогичность опять же в заданиях вот что вообще в таком гостиничном комплексе делает непонятно этот бильберда с всякими шлемами якорями и того подобными ключами и кто бы этим стал вообще заниматься она тоже подкупает потому что так было в старых играх серии резидент evil поэтому никаких вопросов никаких претензий это мне тоже заставляет дико у меня ощущение что я играю в одной из первых трех частей но именно в те моменты когда я играю за жил когда я играю за крис или за паркера это самый обычный современный резидент его с экшеном всем причитающимся красивый как-то так подгрузка нового локации похоже офигеть просто красота красота это что я называю крюс это как в обра виске так где эта оперативная коммуникация и пойдем посмотрим мне просто приятно тут находиться надеюсь бабаик здесь больно не будет потому что здесь просто наслаждаешься красивым местом вот это допустим что подъем на следующий этаж понятно ну почему бы и нет а тут примерно тот же случай что и с сайлент хиллом третьим на доисторических технологиях делают такую красивую игру что просто закачаешься респект я как недавно что-то ляпнул теперь прям вертится так что это за лифт не работает it won't working жидковастенько что то есть подозрение что на этом этаже у нас особо ничего крутого и нет хотя нет вот есть еще выше солярий такие комнаты знаете они не напоминают кастлване симфонию за знает ой блин открой дверь если кто помнит такую шедевральную игру на пластейшн 1 да я вам еще не говорил что я обожаю пластейшн 1 там была игра 2d платформер метроид стилистики в которой мы играли за аллокарда сына дракулы и это была очень крутая игра и в ней между локациями были такие своеобразные хабы комнаты в которую мы пока бежали прогружалась новая локация здесь вот что-то очень похоже что это такое японамать солярий уже явно не тот я так чувствую что здесь явно будет что-то нехорошее так сто процентов так сто процентов у меня не лезет уже просто аптечек напомню что мы так сканируя получаем в итоге и астону берем аптечки и твой бач вот опы черная мини игра на touch контроллере на 3ds который в нашем случае выливается просто вот нечто такое так что здесь вообще нужно делать я второй раз оперирую с этим чтобы они не пересекались нужно все так расставить да ну допустим так так хорошо подожди если подумать то это не так сложно на самом деле ну как бы вот так просто надо понять что-то не хотят так хорошо тупичок в котором скорее всего паркер пожалуйста пойдем со мной неспокойно что-то совсем что так ненадежно какая прелесть ты посмотри очень полезно как и в случае метро в закрытом помещении конечно неэффективно почему многие говорят что в случае боя ты убьешь с одного выстрела и убойной силы решает то есть снайперка мол в закрытых помещениях тоже выруливает а если не попадешь по быстро движущейся цели да и такую дуру успеть поднять надо допустим пистолет поднимешь то секунду на полторы быстрее это же очевидно зачем спорить господи отчет об уборке для сменщика в столбце комментарии от руки написано несколько заметок 25 марта на дно бассейна налипли какие-то усоногие не знаю откуда они взялись прошу от них избавиться 30 марта усоногие вернулись похоже они группируются в маленькую колонию может это новый вид организмов здорово было бы взять парочку себе 10 апреля похоже была повреждена водопроводная труба ее починили но есть вероятность что она засорилась на этом конце начальник охраны был не очень-то доволен может это как-то связано с тем новым видом усоногих 12 апреля ну и ну никакой это не новый вид усоногих это уж точно приходит такой с утра такой япона мать с помощью этого я чищу бассейн да вот так как зумировать мы вернемся попозже и вот зачем ты обманываешь так как мы уже сканировали это нам не обязательно сканировать у нас потому что все в биткомсе так сюда мы придем попозже сейчас пока пойдем блин это очень крутое место я вот очень круто так так ну что пойдем пониже тогда наверху как вы поняли что-то крутое да и есть снайперка ну в принципе и вообще вот это вот органная музыка вот это вот все вот прям постреливание симфонии резина если вы сейчас слышите то это надо мной живет ребенок которого родители балуют и разрешает ему все что угодно это еще один человек сосед только этот не долбит этот просто орет матерится на всех топает со страшной силы кидает из окон в прохожих разные вещи то есть ребенок а если что ты им скажешь они говорят мол мой ребенок как хочу так и воспитываю вообще нормально так не знаю к чему я это рассказываю просто потому что есть разные люди да по всякому бывает записка оставленная перед радиорубкой экстренной связи так вот она значит за решеткой ух слоненок маленький это радиорубка экстренной связи никто не войдет сюда без моего разрешения и без моего ключа нужно войти сюда найдите меня в обычном месте на прогулочной палубе с уважением связист приписка коревым почерком хрень какая-то корабль кишит всякими тварями иду на прогулочную палубу хоть поесть чего-нибудь найду те кто еще жив могут встретиться со мной там где меня найти вы знаете просто так я не уйду это я вам обещаю надеюсь я не единственный выживший ваш добрый сосед связист да так хорошо так хорошо так нам вниз надо в самый самый низ нет это наверх подъем зачем я так что ж я делаю как же мне а вон спуске есть елки-палки лес густой а с той стороны казалось что с той стороны лестницы нет ну ладно посмотри да круто люблю всех так нам сюда что еще тут есть здесь как минимум на постаменте лежит лучшие видимо для них это большая ценность так nothing лифт по-прежнему не работает хорошо сюда попадаем ну пойдем тогда посмотрим что у нас получится променад прогулочная то есть там пишет совершая променад по берегу реки не знаю почему но играю в эту игру чувствуешь себя эстетом буду и нахваливать мне очень нравится это говорит как королева зенобия мэйдэй 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 аварийный случай я чё-то как-то блин передумал я скажу сначала за ящиками у него с голосом что-то явно не то что так это не откроем да что-то там какое-то страшное непотребство похоже так у нас аптечек хватает патронов хватает есть гранаты ну почему же мне что-то так страшновато ну шесть видимо мы нашли променад дек оп блин так наверняка стреляла промахнулась но это только я могу минус что-то я по-моему это зря делаю потому что эти патроны такое ощущение мне еще пригодятся кто-то проломил эту ограду ох пакостно страшновато не лезь тоже не лезь тоже не лезь тоже что-то судя по всему что-то судя по всему судя по всему тут до хренища ну зовет помощь явно кто-то не очень такой хороший что давайте трубай качать я думаю это будет моя любимка или можно можно нет минхем я не знаю ну-ка так урон скорость стрельбы большой магазин отлично так подожди теперь на тебя поставим первый урон и первую скорость стрельбы я хочу все-таки с дубойка сделать основное оружие это будет оптимально так уронов если давай только будет конечно так туда я сейчас пойду сначала смотрю здесь ну еще улучшал то сейчас логи посмотрим сканировать монстров я так понимаю смысла особого нет да потому что у нас все же на аптечке полная так небольшая заминочка но все зачем мне сюда скорострельность это довольно глупо по моему я делаю это надо на пистолет все тягать чтобы он не шар ушел так каждый это сюда на тебя непривычно это все сделано просто поэтому я маленько плаваю вот так вот как-то нормально я думаю будет ну а на тебя ну давай уж по остаточному принципу поставим скорость стрельбы раз уж есть что-то жидковато как на самом деле этот голос ладно я думаю мы можем вернуться и что ну а ну а ну а вы понимаете да что там не выживший совсем не выживший ой 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 шо допустим а у это блин помогает мали почему ворота так трудно делать я к ним совершенно привыка что ты делаешь паркер идиот и кусок ипона мать ненавижу паркер ты идиот идиот паркер да нет я же вернулся я плохо вернулся явно паркер но почему паркер ну почему-то такой паркер я прыгаю не норм ничего справимся я думаю если такими темпами все будет продолжаться то если паркер конечно будет так тупить то можете не справиться да смотри откуда ты взялась офигеть офигеть блин он слишком быстро для такого размера нет спасибо блин большое за интерактив паркер тему ты мужественный человек но я тебя прошу я же совершенно один запаришь уже я думаю не стоит забывать да что здесь даже обычный враг достаточно серьезно можно втыкать чонглита не ту хак паркер ой молодца мотца паркер так все пришло пора лупить какой же ты собака жуткий как большие нет ничего как большие нет ничего Спокойно. Их не слишком много, но нас двоих. Вошло. Ах! Ой, не очень удобно, конечно, снайперы пользуются. Да, вообще, цель здесь не очень удобно. Сейчас мы все патроны просадим на этого урода. Ты сломался, что ли, тупень? Ой-ой-ой. Блин, ты, конечно, может, и сломался, но врагов просто кучейшая куча. Короче. Так, что он все втыкает там? Что ж ты такой тупенький-то у нас? Да, блин, откуда вы беретесь? Он из окна выпался, сразу на меня. Ох, они бесконечно респаунился. Бесконечно. Может, ты выйдешь выше? Нет, она или нет? Или поживем еще? Так спокойно. Ты посмотрите, просто посмотреть. Да, я тебе только что выстрелил из дробовика. Ах, какой чё? Ладно, сейчас справимся, я думаю. Аниддок. Аниддхак. Не понимаю, что он хочет. Или Анидддок. Аниддхак. Давай, давай, что-то... Ай, ну как так вообще, ну... Ну пипец просто. Ай, бежи, бежи, бежи. У меня маловато, конечно, аптечек. И что-то как-то я начинаю сомневаться в том, что я его убью. Но, Паркер, все же, где ты, мать твою, за ногу? Патрон-то не респаунится, да? Ой, ну надо сходить туда наверх и взять последнюю порцию аптечек, которые тут есть. Ну, нет, ну... Кипона, мать, ну вот как... Как это вообще понимать? Сейчас убьем. В принципе, нормально. Подох иду уже, ну... Все, наконец-то. Ну... Это было просто. Конечно. Ну что, в принципе, если бы не бесконечный респаун монстров, убить его было бы гораздо легче. А так, прям, смысла не было от них обороняться. Но при этом они наседали довольно знатно. Да, блин, ты посмотри, они летят просто... Патронов на шотган у нас больше нет. То есть, патроны для винтовки. Ладно, кое-как запинали. Хорошо. Почитаем дневник. Я принял верное решение выйти на прогулочную палубу. Еды и напитков мне хватит на длительное время. По-прежнему слышу этих тварей, как они скребут по моей двери, ища добычу. Как жаль, что они не проникнут сюда. Понятия не имеют, жив ли кто-нибудь еще. Но знаю, что уж я-то точно выйду отсюда живым. Второй день. Черт, проклятые твари проблялись через вентиляцию. Но я их всех уложил, не дав нанести серьезный урон. Меня к этому готовили. Готовили серьезно. Честь мне и хвала. Хорошо, что я в это время не спал. Больше мне крепко спать не доведется. Третий день. После вчерашнего сюрприза я не смог сомкнуть глаз. Нервы истрепаны. Как жаль, что я здесь совсем один. Сегодня сильно устал. Мне плохо. Только не болеть. Побыть без движений. Нужно беречь силы. Только бы продержаться. По-моему, сегодня четвертый день. У меня жар. Надеюсь, монстры не найдут меня в таком состоянии. Я не в себе. Неужели меня заразили? Или это лишь простуда? На голове большая шишка болит. Поболтать бы с кем-нибудь так одиноко. Сколько дней прошло. Я нашел собеседника. Очень рад. Он такой забавный. Много шутит. Много. Шутки смешные. Я смеюсь. Смеюсь. Его лицо очень близко к моему лицу. Он того же мнения. Нет места для движения. Подрались. Он хотел всю еду. Он ел мясо. Хорошее, вкусное мясо. Видел его лицо. Оно жует. Ест. Мне мяса не хватит. Смотрится вкусно. Его голова смотрится вкусно. Помогите. Не могу двигаться. В ловушке. Я. Не я. Кто я? Помогите. Прошу. Помогите. 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 Мясо. Мясо. Есть. 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 Мясо. Кошмар. Блин. Ох. Такие моменты. Нафиг. Понимаешь. Добрый день. Зачем вы пришли сюда? Я только что не страдался. Я не хочу больше вас видеть. У вас тоже. И вашу подружку тоже. Вы все. Мне не нужны. Так. Нужно на новую аптечку себе зарабатывать. Хорошо. Ну сейчас маленько пройдемся. Осмотримся тут. И в принципе будем на сегодня завершать. Наверное. Потому что я настрадался. Да в принципе и событий уже хватило. По-моему эта серия была очень крутая. Когда вот этот вот монстр. По-другому ее не назовешь. В общем этот связист. Когда звал из-за двери. Это было реально жутковато. Я просто представлял что. Ну и в навеке. Не хочу даже говорить об этом. Что приближаешься к этой двери. И не ты. Это капец это. Это жутко. Так. Что на ключ мы взяли? Взяли. Взяли. Со шлемом у нас есть. С спасательным боем. От отсека экипажа. Допустим сюда. Идет. Хорошо. А что же у нас там за дверка? Вроде всех монстров перебили. Да? Что? Вон какая-то дверка у нас есть. Давай тогда заглянем. Что здесь? Здесь я думаю. Да. Здесь у нас срез просто в эту сторону. И мне сюда не сильно нужно. Давайте двигать туда. Что бы нет. Шотган выстратили полностью. Но заваруха была как надо. Так. Все. Погнали. Уф. Ну что. Давайте на этом закончим. Наверное. В следующей серии. Пойдем дальше. Как-то посмотрим. Что здесь нас ждет. Я чувствую. Что ничего хорошего. Но после такого боя. Я думаю. Нам дадут отдохнуть. Бой на самом деле был не сложный. Просто надо было выкупить его тактику. И вот тактика. Это тупо сожрать себя миллион пуль. Умереть. Вот единственная тактика. Но было бы весело. Надеюсь вам понравилось. Увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...